Каждый альпинист и человек, который влюблен в горы, мечтает покорить Элебрус. А с каждым годом таких желающих становится все больше и больше. Люди отправляются в горы не только для того, чтобы поставить галочку в своем списке, но и для того, чтобы испытать свое тело и дух, тем самым укрепить их. Так четверо студентов из КФУ решили проверить себя и свои силы, отправившись покорять высочайшую точку Евразии. Мы находимся на приюте 11, ну не совсем приюте, чуть выше. Открывается такой вот потрясающий вид, погода замечательная. Приют вон там. Вот это две вершины Элебруса. В скалах у нас расставлен штурмовой лагерь. Несмотря на шикарные виды и просторы заснеженных гор, главным препятствием были не опасные участки, а то, как ребята тяжело переносили гипоксию, которая проявляется в кислородном голодании, сильной головной боли и тошноте. Дядь, как самочувствие? Самочувствие очень грозно. Дыхание подбивается, уши закладывает. Но это ничего страшного. Вершина Элебруса представляет собой два самостоятельных вулкана. Высота максимальной точки горы западного пига достигает 5 642 метра. Владислав, Алена, Никита и Фидан посвятили это восхождение любимому Казанскому университету, подняв над высочайшей горой флаг с соображением герба КФУ. На вершине ты сталкиваешься с очень бурными эмоциями. Ты перестаешь чувствовать боль, страх, усталость. Чувствуешь, как будто ты из железа, и тебе уже не страшно ничего. Все самое плохое позади. В летние каникулы, когда многие лежали на жарком пляже, наш оператор Роман Самарин со своим другом потратили 9 дней на восхождение на Элебрус. Но до самой вершины им так не удалось собраться из-за плохой погоды. И два дня им пришлось находиться на вершине 4300 метров. Несмотря на полученные положительные эмоции, Роман все-таки хотел бы вновь попытаться покорить Элебрус. Олеся Чебдарева, Универньюс.